Здравия соратники! С трудом нашел кусочек медной трубки, чтобы продемонстрировать на собственном примере как горит с водой. Вот капает вода. Вот не совсем коряво сделал, просто вот один круг вверх и вниз. Вон там вот в угол идет. Просто вниз в поддувало засунул. Ну вот капает и очень-очень вот на улице где-то у нас 10 градусов и мы решили затопить печечку и заодно протестировать. Вот уже второй день горит вот так вот в таком вот походном варианте тут просто на временной подставочке, ну потому что на постоянку, наверное, пока не буду делать. Ну посмотрим. Тут уже осталось-то неделю утопить. Дальше уже будет 15-20. Топить, в общем-то, нет необходимости. Ну вот сделал такой тестовый вариант. Отлично, без дыма, мягко горит. Заслонки выключены, закрыты. Я не знаю там, откуда кислород. Чуть-чуть здесь наполовину открыты. И вот так горит совершенно без дыма. Мягонько так. И очень-очень долго шипит что-то там иногда, ну потому что неправильно скрутил. Ну, в общем, сядь и очень-очень долго. То есть, трёх-четырёх полежек хватает на часы, часы горения. Так что пользуемся. Всё работает, всё, о чём я говорил, оно работает. Надо просто применять. В принципе, добавлять пар можно и в любое топливо. Даже можно шины заставлять гореть, потому что они очень теплоёмкие, и они будут гореть чисто и мягко. Если всё правильно сделать. Если перегретый пар, добавлять вот в то место, где пиролис идёт. Либо после этого места. И тогда у нас огромные резервуары. По сути, почти неисчерпаемого источника. Это шины. Моя мечта заставить гореть все шины. Как-нибудь, может быть, протестирую. Бездымное, фиктивное горение шин. Тогда проблема с отоплением у очень многих будет снята. Для России это актуально. А в том, что грядёт, нужно будет много-много топлива, чтобы выжить зимой. В Ангую с централизованным газоснабжением будут некоторые проблемы у некоторых. Ладно, добра. И делаем себе впрыск перегретого пара для тех, у кого есть такая возможность. Добра.